Самый логичный мой вопрос, там, вот, инаугурация Путина прошла, что дальше? Но не с него я буду начинать наш сегодняшний разговор, потому что оказалось внезапно, нежданно-негаданно. Два полковника УДО или УГО, ну, это Управление Государственной Охраны, готовили заговор с покушением, с убийством президента Буданова, Малюка. Да, подробности сегодня появились в СБУ, и, в общем, там очень все интересно с точки зрения сценария, что должны отследить вот то место, где там дом Буданова, туда направить ракету, потом добить дронами, потом еще одну ракету направить. В общем, прям такой настоящий остросюжетный, скажем так, материал получился у СБУ, но это таким достаточно очень интересным образом будет влиять на все происходящее дальше, на поведение системы, на поведение первых лиц и самого президента. Что думаете вы, почему сейчас нам рассказали об этом предательстве на третий год войны? Может, надо было не рассказывать вовсе? Давайте, очень интересная тема, я благодарен вам, что мы с нее начинаем эфир, она актуальна, интересна. Давайте разберем по порядку. Первое. Смотрите, почему в обществе возникает вопрос недоверия к такой серьезной информации? А он возникает, я вижу по соцсетях, везде. Ответ очень прост. Покушение на господина Шефира. Нам не хотят рассказать там на шестой год, да, или на пятый, или четвертый, не помню. Да, неважно. Уже времени прошло предостаточно. Что там с покушением? Мне помню, Савадимир Зеленский о нем с трибуны ООН говорил. Чуть ли не лоптем стучал. Второй момент недоверия, почему вызывает. Ни одного прилета по кончезасту, ни одного прилета по местам, где живут руководители, ни одного прилета в правительственный квартал. Возникают вопросы. Либо там все ППО сосредоточены, да, грубо говоря. Либо существует какой-то, возможно, договорняк по поводу первых лиц. Ну, будем так говорить. Потому что мы тоже не особенно на кого-то, ну, покушать. Коллаборанты, да, не вопрос. И это нормально. А руководство не тролли, да, там, ну, в Российской Федерации. Ну, те, кто явно там пришел убивать на передовую. Ну, те б и не пришли. Президент ездит на фронт, на передовую. Все солдаты рассказывают, все военнослушающие рассказывают, что в этот момент, как правило, никаких обстрелов и прилетов нет. Тоже возникает вопрос. Как нам известно, господин, которого сегодня короновали, да, о котором вы вспоминали, потому что сварся царь там, ну, и тому подобное, это все понятно. Тоже этот господин тоже приезжает. Ну, не так часто, допустим, как Зеленский, но приезжает. И дроны наши достают, и ракеты ездят, да, импортные. И наталкивают на определенную мысль. Еще один момент. Возвращаемся к господину Шефилу. А это ничего, не хотят заговор раскрыть. Первый помощник президента оказался гражданином Российской Федерации и не выходил за гражданство, и не заявлял об этом. И Россия об этом молчала, пока я не сказал буквально перед воскресением Христовым. Учитывая это все, возникают разные версии, да, ну, разнообразные версии. Я уже слышал версию, что, возможно, это операция Валькирия, так называемая, когда был заговор против Гитлера, Канарисом, офицерами, которые считали, что государство идет не туда. Такую версию я уже слышал, читал. Но я складяюсь к более, ну, другой версии. Во-первых, у нас противостояние между Службой безопасности и ГУРом, Министерством обороны, ну, не знает только слепой. Ну, если противостояние между Будановым и Малюком можно считать таким конкурирующим, да, ну, грубо говоря, где-то кто-то кого-то задвинуть хочет, что-то там сделать, ну, более круто, то это ничего. А там есть противостояние другое. Как мы не забываем о смерти переговорщика и работника ГУР, Дениса Киреева, которого по факту казнили в центре Киева, вне судебных. Поэтому, ну, я не знаю, кто, с кем и какие. Мне это больше, знаете, напоминает, наверное... Сталинщину, вы же помните, заговоры одних ликвидировали, потом заговоры других, Ежова сменяли Берий, до этого был Ягода, вот, потом 37-й, чистки. Ну, нас не расстреляют пока, слава богу, так без суда и слезы, как тогда. Но чистки в вооруженных силах мы наблюдаем сейчас, по сегодняшний день. Эта история с покушением тоже вызывает ряд вопросов, и эти вопросы должны быть это самое рассказаны. Ну, и опять же, ну, смотрите, ну, гражданин Шефир, первый помощник президента, является гражданином Российской Федерации. Нет, ну, там тоже, даже в тех материалах, которые вы опубликовали, там паспорт выдали, тут же он, как бы, тем же днём... Ну, да, он действительно... Сроку в отбросе... Нет, ну, подождите. Он действительно по сегодняшний день. Откройте, пожалуйста, Александр. Вы что? Нет, ну, подождите, там светится действительно, но там, как бы, дата выдачи, дата... То есть, там как-то одним днём. По сегодняшний день действующий паспорт. Почему гражданин Шефир не вышел, не объяснил, если там что-то не так? А кто такой Шефир? Друг президента, с которым жил в одной квартире в городе Москва, Александр. Кто такой Шефир? Первый помощник президента ещё месяц назад, и был он два года войны. Кто такой... Какие полковники? Первый помощник президента. У меня вопрос очень простой. Никто не выходит, ничего не говорит. Никаких действий нет. Кто из Груза мог выйти и сказать, мы проверили. Он там получал, отдал, продал. Ну, что-то хотя бы слепить. Может, я бы опубликовал книжечку. Так они знают, что я всё знаю. Даже как присягу гражданина Российской Федерации принимал. Понимаете? Президент – это первый помощник гражданин РФ. Два года широкомасштабной войны. Два года широкомасштабной войны. Российская Федерация молчит. Воюет с Украиной и молчит о первом помощнике президента. У меня вопрос тогда, может, он крот? Ну, а как это с точки логики войны, противостояния информационной войны? Это такие вещи выбрасываются, опровоцируют. А тут молчим. Причём мне интересно, что… Ну, я, может, вы видели. Я в ЦПД тоже не видел никакого опровержения. Ну, ЦПД всегда так крепко, всегда честно говорит, прямо говорит. А не говорят, потому что знают. Потому что знают, что существуют материалы. Поэтому у меня вопрос к службе безопасности. Ну, а как это выглядит? Или другу президента можно, а кому-то выходит так нельзя. И закон не один для всех. И что это такое? Вопросов по сотрудничеству с Российской Федерацией высокопоставленных чиновников. И до 24 февраля их атаку. 22 года. И после их атаку. Теперь ещё один вопрос. Смотрите, я просто поясню, что я имею в виду. Потому что на тех скринах, которые вы публиковали, и тоже там отдельные блогеры тоже публиковали. В общем, дата выдачи 27.09.13, срок действия 27.09.13. Ну, как-то странный какой-то, странный материал. То есть вот он выдан и действителен до этого момента. Александр, он действительно по состоянию на сегодня. Посмотрите, какое число взята доведка. 29.02.2014. Александр, доведка свежая. Она взята сейчас. Она взята буквально утром того дня, когда я её опубликовал. Более того, существуют другие материалы, и они будут предъявлены. И я призываю Андрея Коваленко, главу ЦПД, всех остальных, там, Петровых, Ивановых, прийти и чётко сказать, это неправда, Моисичук выдумал что-то, ну и тому подобное. Готовы? Пожалуйста. А если не выдумал, тогда я извиняюсь на допрос, обстоятельства, ну, должно быть. Мой человек не виноват. Но у меня лично есть подозрение, почему человек молчал, почему человек не отказался. Это то, что касается Шефира. Понимаете? Поэтому я уверен в материалах, которые публикуются. Я публикую в обязательном порядке продолжение этой истории в ближайшее время. Мы будем добиваться разборок, но заканчивая о подготовке покушений. Понимаете? Самая большая проблема в том, что я не знаю, Кремль это, не Кремль, кто это. Доказательная база, ну, ту, которую нам дали, она такая, надо смотреть. Ягода тоже признался, и Тугачевский признался, и многие признали всего всё. Но, когда я слышу от большинства военных, с которыми общаюсь, подобные мысли, они наталкивают, что может быть, всё, что угодно. Это один аспект. И самый, как говорится, крайний. Я не являюсь сторонником физической расправы с кем-либо. С кем-либо. Я считал и считаю, что украинские политики, ну, любые, если они где-то в что-то как-то, они должны предоставать перед судом. И нация, народ, должны видеть, как люди, которые руководили, несут наказание. В той мере, в этой, ну, в разной. Это не касается какой-то персонали, одно и тому подобное. То есть, я противник. Методов, ну, таких, о которых мы сейчас говорим. Но в то же время, накал общества, вы видите сами, накал общества возрастает, возрастает, возрастает. Количество людей, которые начинают говорить о несудебных расправах с оппонентами, я не беру там только с вас, ну, вообще с разными оппонентами, их увеличивается. Это очень негативное явление. Это явление, которое может привести к внутреннему взрыву в стране, чего допускать нельзя. Поэтому в стране надо поддерживать порядок, а его, наоборот, все в анархию, ну, погружается. Нужно структуризировать государственный аппарат, а он у нас развален, у нас практически некому выполнять поручения. У нас, во-первых, поручения, я извиняюсь, дебильные на 70% ведут, ну, сверху. Но даже если 30 положительных, то их выполнять некому, потому что в Драгодам разрушили госаппарат. Это второй момент. И третий момент, который необходим сейчас, нам необходимо исключительно идти по Конституции, по законодательству, сохранить легитимность власти. Мы на пороге и наша власть ведет нас к абсолютной десакрализации, дилегитимизации власти. Могут мне говорить там, кол на голове тесать, могут угрожать там расправами тем юристам, конституционалистам, кто там, ну, высказал свою точку мнения. Могут запугивать кого угодно, убить обещать. Ну, они уже пишут об этом. Прямо, понимаете? Вот. Это самое. Передавать угрозы. Но. Вот этого легитимность Зеленского не появится после 20 мая. И это будет проблема. Это уже понимают все. Об этом говорят враги. Об этом говорят в нейтральных странах. Об этом говорят в странах, которых они называют союзниками. Ну, или партнерами, как кому, ну, больше нравится. Об этом говорят везде. И когда этот уровень достигнет, ну, от разговоров до фактажа, может быть поздно. Плюс до чего? Этот инструмент может быть использован против страны. как со стороны Российской Федерации, которая может завтра спросить устами Путина, а с кем я буду подписывать там договор, да, вот усадят там, будут переговоры. С кем? Где легитимность? Где кто? Что? Тут? А? А нету? Понимаете? Вот сто процентов не демократические выборы. Сто процентов нету свободы слова в Российской Федерации. Сто процентов формально. Но они прошли. И их признал МИР. Их признали США. Но не весь. МИД Украины не признает эти выборы. Так вот, как раз МИД Украины в данном случае, я думаю, стоил бы просто промолчать. Потому что 21 число оно очень близко. И я читал, смотрел, сам говорил, проконсультировавшись со многими нашими юристами, у них был путь, как поступить правильно, как поступить по Конституции, как провести выборы через энное время одну по другому закону. Понимаете? Ну, то есть, как сделать правильно. Но это ж нахрен решили переломать все через колено. Будут эти Мэковы и Тарасы терпеть все это. Переломать, кинуть и держите. В результате мы получаем на международной арене, россияне уже говорят, правильно? Ну, они в розыск подали целую когорту украинских политиков и Зеленского самого, да. В розыск подали, я думаю, для прикрытия и поднятия рейтинга. Так как одного подали, ну, это палево, ну, сильно большое, тем более, я на вторую минуту написал, то они сразу начали, ну, выкидывать всех на свете. Партнеры из Москвы, партнеры нашей власти из Москвы, они подыграют, я, это другая история, это отдельного эфира большого, ну, стоит, почему партнеры, начиная от нападения, ну, заканчивая, там, я просто, смотрите, пока мы далеко не отошли, я просто, ну, на Зеленского сколько, 12, 10 покушений было, ну, так, по крайней мере, рассказывают, там, пишут в западной прессе, сам Зеленский говорит, да я уже не помню сколько их было, помните, у него спрашивали, а мы не знаем подробности этих покушений, и тут... Правильно, а где, а где это самое, где фартаж, хоть один, где судебный процесс, где, ну, где это все, ну, поэтому, тут много, понимаете, к сожалению, мы все живем в сериале, мы живем в сериале, и нам снимают кино, я же начал, почему, с Сергея Шефира покушения на него, ну, вы же помните, как все красиво было, тратата, водителя там зацепило, все, всех найдем, ООН, эти, олигархи, бросают вызов моего помощника, моего друга, это же было не я, говорю, нет, это, говорили, Владимир Александрович, ну, так и выйдет, и скажет, что его помощник и друг, два года, первый помощник, оставался графтанином РФ во время полномасштабного вторжения. Может, так надо было, ну, пускай выйдет, объяснит нации, это же нормально, а то языки в дупу втянули и сидят, как эти полупокеры на жордачках, это самое, дурака, включают, что ничего не происходит, происходит, мы покажем еще, кто в Крым катался уже после его аннексии с высших чиновников, высших, они же сейчас вводят санкции, да, уголовные дела возбуждают против тех, кто ездил в Крым, кто имел там бизнеса, да, а у некоторых слуг народов там квартиры, а, и они работают сейчас, фирмы работают у родственников, сдаются эти квартиры в САКО, в Елпатория, в других городах оккупированного Крыма, но это же ничего, я знаю, информацию о въездах в Крым и получу подтверждение руководства офиса президента, именно руководство, то есть, ни там, ни каких-то клерков, ни каких-то депутатов, важен, важен другой момент, смотрите, нет, так нельзя, два стандарта, Александр, не, смотрите, я, вот если мы пытаемся, правда, проанализировать, и все подумать, продумать, ну, так это же, ну, танго, которая танцует вдвоем, вдвоем, то есть, эти два года россияне тоже и молчали, и ничего не предпринимали, то есть, понимаете, в чем дело, в то время, когда тут нам рассказывают о там, деноцификации, вот это вот все, там, да, ну, там, ну, то, что мы слышим из российского пропагандистского там, телевизора, ну, так простите, вы же могли это сказать чуть ли там не 25-го, там, 02-го, 24-го, ну, условно, если там есть какие-то, скажем так, ну, подвязки, контакты, владения, имущества. Смотрите, вы воюете с нацистским режимом, ну, как русские, да, вы воюете с нацистским режимом Зеленского, там, ну, и так, ну, тут, тут, тут. Я извиняюсь, квартиры слух находят журналисты, находят расследователи в Крыму, въезды в Крым высших чиновников, нашего государства, которые враги теперь, ну, режим нацистский, находим мы, глава нацистского режима, жил в Москве, в квартире, и жил очень долгое, продолжительное время, это ж факт, ну, он сам этого не отрицает. сейчас вернусь, к чему я, именно, о длительности, ну, говорю, жил с шефиром, гражданином Российской Федерации, два года, полномасштабной войны, вы абсолютно право говорят, говорите, танго танцуют вдвоем, эти товарищи с Кремля, которые уничтожают нацистов, сидят и наблюдают, как их враг, их него врага, первый помощник, их гражданин, и даже они пытаются об этом, ну, в кит сделать, да, информацию дать еще, почему? А? Может, партнеры? Другой, другой момент, очень важный, смотрите, почему я говорю о продолжительности проживания на территории Российской Федерации президента Владимира Зеленского? Потому что, потому что законодательство, то законодательство, которое существовало тогда, предвидело, что кандидат в президенты должен проживать на территории Украины 10 лет с беспредельностью, ну, там, выезда и тому подобное. Владимир Александрович Зеленский несколько из этих 10 лет большинство времени проживал в городе Москва Российской Федерации. Соответственно, он не должен был быть зарегистрирован. И существует постанова Центральной избирательной комиссии, по которой отказали Владимиру Александровичу в регистрации кандидатом президента Украины. Потом я утверждаю, и пускай это, как говорится, спростует украинской мовы, дилетизуалирует, что произошло. Гражданину Деденко, есть такой, глава цик нынешний, а тогда он отвечал за регистрацию кандидата Зеленского. К нему приехал один известный юрист, который помогал во время избирательной кампании, ну, Владимир Александрович, привез мотивирующих 300 на рисовании. Грамм. Да, грамм. Я думаю, наши зрители все поняли. И я надеюсь, кстати, что этот юрист у него проснется совесть, когда он поймет, что эта ситуация зашла, ну, уже очень далеко вся, что этот юрист выйдет и скажет этому Игорь. Ну, это уже ничего не изменит. Это ничего не изменит, но это будет, по крайней мере, во многом покажет судность. Ладно. Придумали какие-то справки, подсунули, голоснули, зарегистрировали, но проживание в Москве было, длительное время было. Это зафиксировано, была регистрация в Москве. Там другое, государство, и не зарегистрировано, ну, нельзя находиться. Соответственно, существует, так танцевать, что у них документальная база, да, по этому поводу, в России. Нет, тогда они ее танго вдвоем танцуют, они танцуют вдвоем танго, потому что они эту информацию не сообщают. нет, ну, понятно, подождите, мы сейчас, послушайте, мы сейчас говорим о тех событиях, там, когда снимались фильмы, сериалы, когда гастроли, когда были контракты, это была, как бы, другая жизнь. А вообще, пожалуйста, только по тому закону, который они потом изменили, чтобы это дело вскрыть, понимаете? По тому закону он не мог быть зарегистрирован кандидатом в президенты. Когда избрали и пришла зеленая вот эта цунами, да, на Паруан, этот, как они называли, ксерокс, да, зеленый, принтер, принтер, то они принтернули изменения в этот закон про президента. Что кандидатом, ну, вот эти сроки, квоты выполнили, это все вычислили. Это же легко проверяется на нашем сайте Верховного Союза. То, что он был там в качестве артистов, в качестве продюсера, ну, и тому подобное, окей. Другой вопрос, что это было после 14-го года, и это вызывает, ну, множество вопросов. Тут главный вопрос, Игорь Владимирович, потому что мы так уходим, уходим в дебри. Но главный вопрос в том, что танго вдвоем танцуют, потому что против него это никто не использует оттуда. Они сборятся с ним. Почему они не воспользуются? Они войну начали 24-го февраля 2022-го года, когда рейтинг Владимира Александровича был ниже плинтуса. Когда любое проведение выборов и смена режима, грубо говоря, в стране. Но они начали войну и подняли его рейтинг до небес. то может они партнеры дорогие. Ну, поймите, войну не начинают ради рейтингов того или иного правителя. Еще раз я говорю фактом. Скажите, пожалуйста, все знают поднять рейтинги Владимира Александровича Зеленского до 24-го февраля. Посмотреть. И посмотреть рейтинги после 24-го 27-го эго. Ну, то есть все. Это факт? Факт. Другой вопрос. Войну из-за этого одновременно не начинают. Есть совокупность разных вещей. И если хотели лишиться режима, просто режима, лишиться, не забрать территории, ну, еще что-то, а лишиться режима, то подождали бы.